так ну давайте еще раз прошлый раз вы сказали что хотите посмотреть дамо пришло никого вот ну хорошо давайте начнем где-то минут 20-30 мы что проснуться посмотрим на то как собственно по канонам т.д. можно писать вообще ну вот я ссылку давал может быть кто-то смотрел есть такая кота как раз боулинг-гейм вот что называют к ты в программировании это когда вы выбираете себе каких-то набор там техник например какой-то алгоритм будете постоянно писать и ну смотреть что вы помните как его писать на браконите там двоичный поиск quicksort вот то есть вы так все время набиваете руку себе на стандартных каких-то алгоритмах и они всегда у вас на кончику пальцев ну вот я знаю что олимпиадники кто занимается не пятна программированием у них там часто алгоритмы да многие базовые что они просто там сразу грудь и кого пишут без ошибок так далее ну это важно вот промышленном программировании понятно разных историй может быть больше но для тренировки можно использовать такие кота и вообще когда-то понятно там пошла из этих единоборств когда тоже оттачивается какой-то один прием постоянно а потом но он доводится до совершенства и ты бою уже не думаешь а просто его применять вот но аналогия есть такая же вот соответственно чтобы рука была набита в сторону то есть даринда можно использовать такую карту кроме того можно просто какие-то там стандартные шорткаты каждый раз вспоминать на ней то что он подпишите и какие-то у вас стандартные здесь вещь нужно делать ну начнем с простого значит видите да у меня никого кода нету вот папка с кодом пустая и я начинаю писать первый тест но мы с вами сказали да что это будет игра в боулинг и мы будем считать очки в этой игре но пока мы даже не знаем как их считать можем не думать да но мы знаем что нам нужно будет точно создать игру и вот мы пишем new game нам соответственно идея говорит что а что такое new game я такого не знаю и здесь как раз вот мы используем возможность прямо из теста писать код да вот это наш первый тест он выглядит очень маленьким да но здесь мы специально делаем очень маленькие шажки чтобы вот еще раз концентрироваться на том как какими маленькими шишками можно действовать то есть дальше вы понятно можете гораздо более крупными и те главное что вы сначала пишите тесты ну вот мы видим первый тест у нас написался да мы могли запустить до этого он бы не компилировался но мы это так видели поэтому тоже не стали запускать тесты которые не компилируются и теперь давайте сделаем первое действие это вот мы знаем что можно катить шарик да и тут мы уже думаем над дизайном нашей программы то есть вот у нас есть игра да мы поняли такой класс и дальше что можно катнуть шарик то есть мы делаем такой шажок game roll и мы будем передавать когда катаем шарик сколько можно сбить то есть вот в этот бросок сколько мы сбили собственно говоря кегель вот ну соответственно нам подкрашено красным до что такого тоже нету опять же запустить увидеть что будет ошибка операции но мы идем сюда называем там переменную пинс да сколько у нас кегель упала вот ну все в общем реализацию можно писать потому что помните да нам главное чтобы если проходили они чтобы что-то работало вот и мы запускаем все тесты смотрим отлично да они все проходят понятно что пока все очень легко и просто вот принципе мы понимаем что вот этот вот create game он у нас везде фигурирует и в этом и в этом тесте то есть на самом деле здесь мы уже понимаем опять же что этот тест не нужен и удаляем его ну давайте напишем какой-то более содержательный тест который будет считать у нас пока какую-нибудь очень простую игру и мы будем скоро мы читаем очки в игре где ничего никто не сбил смотрите вот здесь уже опять же да я говорил что какой-то степени тестов можно дублировать код и лишь мы это сделаем но потом тоже это отри факторем и сделаем более красивым тесты ну опять же здесь зависит от того насколько у вас сильно под дублируется если это там какие-то небольшие кусочки ты нога даже читабельник когда вся инициализация самом тесте иногда удобнее это вынести все-таки в одно место так ну мы сказали что у нас будет такой простой вариант и вот мы хотим посчитать сколько у нас очков опять же метод такого нету вот мы хотим меня здесь подключен как краса сергей про который вам рассказывал так но мы понимаем что если 0 кегель сбила . тоже будет 0 и теперь пишем этот метод на опять же вот что за нас написала где очень хорошо пока никого кода писать не надо запускаем ну понятно что все пройдет ну вот опять же да здесь уже вот можно понять что этот тест тоже не очень осмысленно потому что мы в любом будем вместе до делать и мы понимаем что вот это у нас гей мы будем создавать каждом тесте поэтому мы сейчас тут такой маленький рефакторинг делаем говорим что хотим вот этот field вынести вот и нас получается здесь этот гейм вот так вот создается и кроме того мы еще сделаем текстуру before потому что понимаешь что у нас уже каждом тесте у нас будет эта игра создаваться так ну что вот так у нас создается игра теперь мы это можем все удалить вот эти вот очки можем тоже теперь за инлайнить вот очень простые такие у нас тесты появились пока никакой логики нету да но теперь давайте напишем уже содержательный какой-то тест этот опять же удалим и давай теперь почитаем какой-нибудь не нулевую группу он 0 и ну вот давайте как там было 5 кегель мы сбили то есть на запускаем этот тест да ну то есть мы неправильно написали потому что у нас здесь 0 остался потому что вот видите как такие посты оставляет нас опять же видите запустили сразу или что с не падает понял что то не так так ну что то я ступал это то что мы хотели наконец можем программировать да но какой тут может быть вариант будем просто складывать но самое простое да пока мы не думаем о всяких хитрах правила будем просто складывать очки только не здесь здесь за каждую сбитую ну и возвращаемся теста тоже наши такие вот очки так опять запускаем отлично то есть работает можем даже здесь ну либо это отдельным тестом написать что не посложнее да что у нас не только один раз мы били а несколько раз вот но как опять же к этому можно относиться вот мы-то знаем все правила игры этой да и могли бы просто сразу алгоритм написать а может быть у нас игра это может быть действительно исторически что не правило по ходу как поменялись да и создавались более хитрые ситуации что можно было играть более интересно то есть простом варианте у вас там 10 кегель вы пытаетесь сбить а более сложно мы придумали что вот если ты за раз бил то у тебя будут там дополнительные очки и так далее вот соответственно здесь у нас опять же да это просто пример а в реальной жизни вас так получается что вы знаете какие-то базовые бизнес требования вы написали на них тесты и дальше у вас добавляются новые вот ну соответственно мы сейчас также будем смотреть на это что вот у нас добавилось новое правило что у нас можно спорда может быть спорит когда у нас мы не с одного раза но двух сбили все кегли и у нас тогда какое правило будет действовать следующий после спор бросок у нас будет считаться два раза да ну давайте тогда сделаем следующий бросок допустим три мы сбили следующий раз получается здесь 10 и тройка два раза то есть 16 должно получиться вот мы пишем это условие соответственно запускаем тесты и получаем тест падает лично да это то что мы хотели и идем собственно смотреть как же нам здесь алгоритм отлучить но вот так просто уже здесь не улучшить можно хранить какое-то там предыдущее состояние но я предлагаю сделать такую вещь мы будем хранить просто все наши попытки бросить шар как узнаете их не может быть больше чем 21 то есть это 10 раундов весь фреймов у нас и если последний удачный то вы бросаете еще один но понятно если у вас например на десятом раунде вы сразу сбили 2 то вы второй раз не бросаете за этот фрейм да но зато можете два раза бросить если опять будет убивать каждый раз все 10 в общем вот эти тонкости игры даже может быть не все знают потому что не так часто да как бы в конце все сбивают все кегли но она так да значит что у нас здесь мы берем переписываем до наш код есть мы делаем просто rolls так нас будет переменная волна опять же это можно было все из кода писать но ровно равно пинс то есть мы просто сохраняем тут и rolls нам опять опять же можно писать компактный у нас сейчас пока такой цели нету так скоро отсюда убираем и мы будем здесь считать скоро вот что же мы сделаем мы сразу скажем что смотрите у нас есть время дал их не больше 10 так вот наш 10 фреймов у нас будет здесь локально уже считаться скоро начала 0 и у нас будет там курсор который будет указывать на то где мы сейчас находимся по счете очков ну и соответственно возвращаем это скоро так теперь что мы делаем мы хотим сделать следующее что вот если у нас сейчас пока не знаем что это такое то мы делаем следующее мы говорим что качкам нужно прибавить 10 вот это текущий фрейм да мы в нем сбили 10 плюс надо прибавить еще то что будет у нас следующем от следующем от курсора время и мы курсор передвигаем на 2 вот а обычная ситуация это когда обычный фрейм да это мы что делаем это мы говорим что скоро нужно прибавить роллы текущие там где нас курсор плюс следующий это наш второй бросок в этом фрейме ну и курсор мы тоже увеличиваем на 2 это может был вынести но пока оставим так что же такое у нас это когда у нас от текущего курсора сложен и со следующим это равно 10 до так ну вот вроде код написали для страйка пока не написали но мы же пока страйк не идем может двигаться очень маленькими шишками вот видите хотите уже еще одно правило честь но действительно да у нас еще может быть strike вот и мы для него тоже конечно сначала напишем тест так ну что у нас будет 10 а потом давайте можно так ну давайте 1 и 3 до там не удачно будет значит тогда получается это 10 и оба два следующих у нас должны увеличить надо то есть от 4 плюс 2 то есть 18 должно получиться вот конечно если мы сейчас запустим тесты нас новый тест должен упасть да это все ожидаемо окей давайте теперь действительно у нас может быть еще strike так ну хорошо правило мы уже сказали поэтому мы довольно легко час напишем его значит скорость что такое это плюс равно 10 и еще надо прибавить который смотрите это мы сейчас сбили 10 до поэтому мы считаем не два следующего а мы считаем следующий плюс 1 следующий плюс 1 и мы делаем метод strike strike это когда у нас вот текущий курсор так ну что похоже на правду пробуем тогда что да да правильно вот молодцы видите курсор мы двигаем только на 1 данном случае вот запускаем все тесты прошли ну что здесь можно было бы написать много разных хитрых тестов когда там strike по середине разные очки это все имеет смысл вот но время на это просто не будем тратить то есть уже понятно да прошу проверить но вот есть известная ситуация когда максимальная игра будет это все время сбиваются стройки знаете сколько максимочку будет там получится 300 можем подумать аккуратненько почему так получается что тогда за каждую смотрите если забиваешь ты получаешь 10 за просто то что сбил плюс еще два следующих у тебя удваивают то есть не не именно следующий фрейм а именно следующий броски тут тоже надо можно начать из этого путаться то есть если ты сбил 10 следующий раз был действий свечи раз был 10 то за первый раз ты получишь 30 потому что я еще прибавится два следующих вот давайте напишем для этого вот да нам тут проще тогда все таки значит смотрите сколько будет бросков и будет на самом деле 12 потому что опять же у нас будет возможность 10 основных фреймов и потом еще 2 до броска потому что мы все закрываем вот но здесь понятно вы довольно сильно доверяете мне хоть я вам действительно пояснил почему будет 300 до но вот она получилась опять же здесь дальше можно покрыть тестами другие всякие ситуации так насчет в чате мы не будем именно кейсы тестовый покрывать потому что ну с точки зрения тогда здесь ничего нового не будет и скорее с точки зрения того чтобы просто да там оценивать алгоритм и всякий случай где его можно проверить дать найти но давайте вот этот момент с проверкой исключений тоже посмотрим берем копируем тест значит смотреть что я хочу проверить что если у меня вдруг в игре будет ошибка и кто-то собьет 1 2 над шаров вообще хочу сказать что это не очень правильно естественно вот этот метод мы переименуем как лучше бы назвать опять же методом но в целом здесь понятно вот и что мы хотим то есть мы хотим чтобы на это был у нас что мы ожидаем по интеллигал аргумент exception вот естественно если мы запустим этот тест он у нас упадет да потому что такое мы ожидали но его не хорошо давайте мы тут допишем эту простую логику вот как раз помощью валидейтов думаю что здесь простой вариант напишем 0 меньше либо равно пинс и пинс меньше либо равно в 10 и тут напишем incorrect запускаем тест еще раз но он проходит да но мы с вами говорили что вообще вот это хоть и удобно но может очень по разным случаем бросаться этот exception и если у вас была бы более сложная какая-то программа возможно легал аргумент exception кидался по разным случаем а вы хотите проверить что это именно ваш кейс не то чтобы это но опять же да здесь у нас как пример вот не то чтобы там без практичес проверять месяц у exception а те более он легко может поменяться вот но если у нас был более умный exception то мы могли бы в нем проверить какие-то особенности да но давайте то есть мы здесь проверим что вот вот сердце же и даже такую штуку позволяет что мы здесь просто напишем и на коллег вот видите тоже удобно так писать не нужно там егип месячек язык вала просто что exception по мест кроме того мы что говорили что ну вот это нужно брать и кроме того мы говорили что нужно упасть если вдруг не бросилась до exception потому что если я вот сейчас так оставлю это exception уберу и перезапущу тест то он у меня пройдет хотя понятно он не делает то что хотел поэтому делаем такая есть файл because exception был вопрос нам и делаем ставим еще раз отлично теперь наш тест падает и теперь мы тут можем и запускаем в принципе вот все что хотел показать вот этой катой ну я думаю основную суть вы поняли давайте еще раз поймем да то есть мы движемся очень маленькими шажками буквально каждое новое бизнес требования мы добавляем отдельным тестом и проверяем сначала что мы написали тест на эту ситуацию что то есть падает и только потом пишем код как какие у нас преимущества у нас время код проверим да то есть мы добавляем новые условия но все время старые тесты оставались увидели что я здесь тоже довольно много стирал старых тестов но они были действительно там довольно простые наверное будут ситуации когда у вас например новое бизнес требования окажется таким что вы думали там что какие-то входные данные для старых тестов были верны окажется что они в каком-то смысле уже устарели или вы все-таки неправильно тест делали и тогда вам тоже его нужно переписать вот но опять же вот здесь очень простой пример поэтому все получилось хорошо и красиво и бизнес логика довольно простая то есть вот такие алгоритмические вещи и максимально легко проверять даже например там то что у вас в руках есть даже в руках там есть некоторое внутреннее состояние которое тоже хорошо проверять но вы можете ну то есть вот за счет чего у него он от единицы до получается вот это тестами ну сложно проверить все это какие-то перформанс тесты будете делать которые тоже нужно уметь аккуратно писать вот а если это не говорить про перформанс тесты то у вас получается ну главный контракт он не завязан на реализацию и вас то может быть хоть алгоритм там логарифмические вы все равно проверите ну что просто отдаются правильно там записи да то есть то что оптимальность алгоритма не проверите но корректность алгоритма вы проверите вот опять же сейчас на второй лекции поговорим когда у нас будет ситуации классительно сложно писать тест но главное это что чтобы у нас были маленькие отделяемые кусочки чтобы мы могли быстро к ним подлезть и написать то здесь получился программа такая маленькая отделяемая и сам классик очень простой вот когда вы пишете большую систему уже таких мест будет меньше и или наоборот они там сначала пока они маленькие вы тесты не написали потому что не очень простые потом они внутри там как-то разросли тестов изначально не было сейчас уже все ноструозно и поэтому тяжело что делать так вот как раз у нас где-то полчаса прошло так значит поговорим про то как у нас опять же дизайн связан с тестируемостью кода и другую сторону как тестируемость кода у нас связано с нашим дизайном начнем как раз разговор тут солид принципов на самом деле солид принципы не на рассказывали вам кто-то и про них вот прям так что они есть что иногда рассказывают курсов но вот не на менку особо не рассказывали вот но мы на них посмотрим из точки зрения просто дизайна да как правильно программы которые в объектно-реселенном стиле составлять так и с точки зрения именно тестов наших так но с до буковка это у нас single responsibility принцип то есть он говорит о том что у нас класс должен решать только одну задачу то есть если у вас какой-то класс пригружены делает все на свете то вам стоит задуматься о том что на самом деле это класс нужно разделить на много маленьких независимых частей в данном случае у нас есть какая-то факторе которая создает сущность и вот кроме того чтобы создать непосредственно саму сущность она еще умеет ходить и прочитает и прочитать данные про эту сущность из properties файла как на это можно смотреть с одной стороны здесь можно сказать что там конь принцип инкапсуляции использована что вы создаете 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 сущность и не думаете о том как она конкретно должна создаваться а просто делаете create никаких параметров не должны передавать все внутри само как-то возьмется и все хорошо но все хорошо до той поры пока у вас действительно нужный файлик лежит в нужном месте если это какое-нибудь реальное окружение там тестинг продакшн конь при стей был то наверно там файлик лежит если вы захотите потестировать этот код самостоятельно кажется что у вас этого файлика на компьютере нету понятно чтобы он появился должен его кто-то разложить непонятно кто на вашем компьютере то есть когда вы попробуете написать тест на эту ситуацию у вас получится что вот файлика нету кроме того ну это вот такой типа закон дырявых не проверял абстракции но в целом инкапсуляция она несет как плюсы так и минусы да то есть вы вроде получили здесь плюс что все само как-то откуда-то на настройки возьмутся но вы здесь уже завязали этот код строго на использование файловой системы а это вообще говоря не всегда может быть удобно и файловая система это может быть легко не единственный источник удобный для вас откуда получить эти свойства поэтому тут предлагается вариант разделить этот код на 2 и соответственно у вас получится так что сами настройки они приходят откуда-то сверху а здесь вопрос проверять что настройки пришли или нет опять же да это можно писать более лаконично с помощью там apache commons до всяких вальдейтов но суть не в этом да и что вы просто передали настройки а здесь уже из настроек возьмется нужной вам то есть вы вот эту часть которая работает с файлами вынесли на другой уровень и уже данный класс на нее не будет отвечать на то есть его задача только создать сущность вот в целом наверно про любую задачу вот эту single responsibility то есть у вас бывают случаи когда явно класс делает много всего но здесь вы тоже могли сказать но класс должен создавать объект вот он его создает ну то что он там полез куда-то это тоже часть создания то есть но я здесь хочу сказать что вот тут можно спорить и какие-то у вас обычно там есть какой-то поход по сети и у вас есть парсер там ответом вот часто клиент этот же парсер внутрь и засовывают иногда это чтобы делают иногда удобно парсер делать сбоку тогда вы можете вот парсер отдельно проверить и вообще без похода по сети протестировать сам парсер потому что наибольшая логика как раз содержится в том чтобы там распарсить ответ вот соответственно опять же да тут можно сказать что но вот у вас клиент он же должен сходить и получить ответ в каком-то виде поэтому парсер внутри него содержится вот а вы можете сказать что нет парсинг это отдельная задача там поход по сети отдельные задачи тогда у вас получаются более маленькие независимые части которые вы потом можете вместе скомпоновать но что более важно независимо протестировать вот то есть мы все время будем говорить про то что делаете меньше жестких связей в вашем коде чем больше у вас гибких связей тем вам проще будет этот код развивать поддерживать и тестировать ну переходим ко второму принципу он говорит про то что значит опыт close principal да то есть буковка о из нашего солида он говорит о том что классы нужно делать не только класса вообще там все сущности ваши чтобы они были открыты к расширению и закрыты к модификации ну здесь вот такой пример мы посмотрим да что у нас есть какой-то поиск да какой-то бин который может искать и у нас можно искать пойди и в момент когда он поняли что нам нужно искать только по единым по имени мы добавляем просто еще один метод то есть find by name и в принципе в этом нет ничего плохого да то есть вас становится два метода можете сказать по одному может искать по другому вот и довольно часто так и происходит что у вас есть когда сущность и вы в ней просто добавляете методы и редко вы делаете классы именно файл на что в них никакие там новые методы до будут более на и закрываете классы но точки зрения именно дизайна подумайте над вот такой альтернативой и здесь у вас получается сам класс содержит некоторый интерфейс помощью которого вы можете добавлять функциональность не переписывая сам класс то есть если вы будете в этот класс принимать какой-то search query и у вас будет автоматически по нему можно будет внутри передать поиск по любому условию то у вас здесь будет автоматически поддержаны все возможности вот я не говорю что прямо всегда нужно делать так иногда у вас задачка довольно простая и вам нужно будет работать двух методов и не нужно будет тратить времени на поддержку всех возможных к вере да то есть здесь тоже в любых этих принципах нужно соблюдать баланс но если вы делаете какую-то там общую библиотеку скорее вам правильнее пойти путем для того чтобы библиотекам для вашей базы данных чтобы вам сделать кастомную поддержку всех возможных запросов и такой классно сделать который будет все это поддерживать а уже для конкретных там ваших сущностей вы будете ну передавать этот конкретный курида опять же вы можете сделать какую-то берку который будет так же делать файл бояре байным свою но который внутри с рано будет использовать этот бина и передавать туда просто формировать это это вот чертюк вере правильно вот а методы вас будут называться также вот но опять же это будет там для конкретно вашего бина где нужно поэтому поискать там не знаем понтик там таблица пользователей вы будете так сказать будет таблица других вы будете по-другому сказать а давайте к следующим придем но принцип барбары рисков о том что значит наследуемые классы они должны повторять интерфейс и не нарушать контракт родительских до классов то есть когда у вас есть любой потомок вашего класса вы должны смочь использовать ну грубо говоря вы можете там тесты написать на родителя и и любой любая реализация потомка она должна родительский контракт тоже выполнять тут тоже может быть специфика да что иногда вы как раз и делаете до наследование потому что каких-то специальных случаях не знаю там тот же игра да то есть может быть вот у вас какая-то игра есть где вы сначала там по одним правилам играете а у вас есть там расширенная версия в ней например очки считаются по другим правилам да то есть у вас здесь заложено что контракт изменится но при этом вы можете как раз какие-то базовые вещи сделать общими какие-то частные делать разными но здесь речь именно про то что вот если у вас есть базовый контракт вашего класса то он должен соблюдаться то есть если вы делаете например прямоугольник и квадрат от него наследуете да здесь понятно что ночью классический пример что площадь у прямоугольника должна считаться как перемножение сторон вот а здесь у вас получится проблема до что вы поставили это вот в такой реализации да что вы поставили там сторону такую сторону такую и оказалось считается неправильно вот то есть наверно не стоит когда наследовать квадрат от прямоугольника либо если есть такие сеттеры это нужно оба поля представляет высоты эти там два то у вас должны обе стороны квадрата двойку становиться если вы решили наследовать вот но часто просто когда права по рассказывают раз говорят что да там есть у нас вот общие объекты а у нас есть там какое-то подможество и вроде как прямоугольник кажется как раз подможество за квадрат подможество прямоугольника но вот тут оказывается что есть нюансы мы переходим к следующему принципу интерфейс агрегации да то есть что мы должны разделять интерфейсы лучше много независимых маленьких интерфейсов чем один общий интерфейс который делает все но здесь до какой-то процесс ли станет в качестве примера и у него два метода что можно стартовать процесс и заканчивать процесс но у вас могут быть ситуации здесь опять же так тяжело много кода на слайдах написать поэтому здесь с двумя сделан пример гораздо показательнее там когда у вас будет интерфейс которого 10 методов и каждый из этих 10 методов можно разбить на группу по 3-4 да и вас получается что вам какой-то момент нужно реализовать только три метода а вы должны реализовать все 10 и вы в этом случае делаете либо какие-то заглушки которые ничего не делают вот поэтому здесь конечно тоже нужно хорошо понимать какие методы у вас стоит группировать интерфейс какие нет опять же тут можно фанатично к этому принципу приносить и говорит что тогда мы будем любой интерфейс сделать только из одного метода да но наверное тоже не крайне скорее всего у вас все-таки есть какие-то взаимосвязи но не знаю вот например я помню java модельки вот этой а пик который как раз там за всякими событиями мышки следит нам тоже мне столько много разных интерфейс и методов что обычно тебе нужен там буквально два-три обработать какой-нибудь клик дабыл клик а все остальные ты там все равно девочки к заглушке которые ничего не делают вот опять же да вот что этот принцип с точки зрения тестируемости нам говорит если мы захотим написать тест на какие-то наши методы мы сможем с помощью маленького интерфейса сделать какую-то тестового дублера или какую-то тестовую реализацию которую мы положим в этот маленький интерфейс и сможем протестировать иметь функциональность если у нас большой интерфейс нам нужно будет все время реализовывать все его части вот но если так объединить на самом деле вот почему мы часто говорим что мы пока я говорю и которых я не читался что вот тестировать до позволяет нам улучшить дизайн потому что смотрите вот тестировать это то где вам часто приходится создать еще одну реализацию потому что вы не можете протестировать что-то на реальной системе да вам нужно делать какой-то фейк мог вот и у вас получается что вот есть основной код и вот у вас прям когда вы его пишите сразу появляется необходимость сделать еще одну реализацию для какой-то вашей функциональности вот а если тестов не было бы у вас этой необходимости бы данный момент не было но когда вы будете развивать вашу систему вам окажется что в многих местах вам действительно нужна вторая реализация а вы интерфейсы и контракты все уже продумали так что они на это не заточены и вам очень тяжело подлезть и что-то там для одного случая сделать так для другого сделать вот иначе вот и но вот на этом ключевом как бы строится что вот все эти принципы они тоже во многом про то чтобы вы могли разделить зависимости и сделать их более гибкими ну и последний д до буква до панды синга шин принцип о чем он говорит он говорит о том что всегда нужно зависеть от абстракции да то есть у вас часто напишем код так что у вас есть какой-то высокоуровневый объект внутри создает маленький до реализации каких-то объектиков и их используют вот он говорит о том что даже эти реализации они должны быть внутри да то есть опять же да тут можно сказать инкапсуляция внутри делаю что хочу вот но оказывается что да внутри все делается что вы хотите но если нужно будет внутри сделать что-то чуть иначе у вас не будет возможности за счет инкапсуляции это сделать поэтому вы здесь тоже должны какую-то дать возможность даже вот для этих маленьких зависимых частей подложить какую-то абстракцию вот поэтому мы говорим что у нас и высокоуровневые вещи должны тоже зависеть от абстракций и ну и низкого уровня и низкого уровня все зависит друг от друга от абстракции они от конкретных реализаций почему он называется есть примеры да как то есть у вас прямая до прямое создание когда вы просто используете ключевое слово нее да и создаете конкретный объект это уже никак не интерфейс здесь вы создали конкретный объект вам с ним жить опять же если у вас есть понимание что вот в это место скорее всего точно не нужно будет никогда никакую другую реализацию представлять потому что вот здесь нужен такой код его опять же легко протестировать окей да вы делать не то есть я не могу сказать что там давайте выкинем все new из вашего кода и будем только по-другому создавать объекты так не получится вот другой способ это использовать ну статик методы статик методы тоже всегда что-то что вы не можете собираетесь переопределить так далее кстати как то что вы гость который прибивает вам класс ну и и внутри интерфейса да тут у нас тоже например конкретный бег состоится почему инверсия вот вы поняли как бы так вроде принцип иногда люди понимают почему инверсия вот у вас есть некоторые класс а он зависит от интерфейса класса б а а а интерфейс у него соответственно много будет вот 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 переворачивается вот вот переворот мы это видим и поговорим как раз про это то есть это принцип он как раз очень тесно связан ну и да и там это называется в контролах тебя смысл тоже самый то есть валите вот у нас есть какие-то большой системе у нас есть вот взаимосвязи над объектами и когда вам нужно тоже протестировать вот какой-нибудь класс а вы понимаете что вам нужно протестировать здесь на самом деле не один класс а вот все его зависимости по крайней мере создать вот у вас получается что тоже протестировать с класса нужно вот всю эту цепочку создать ну и у вас соответственно вот эта работа по созданию класса на 100 теста для этого класса становится очень рутинный потому что вам нужно действительно просто чтобы создать объект даже еще никакие не тестовые данные написать и просто объект создать вам нужно еще 10 классов создать и конечно это можно остановиться но какие тут есть подходы смотрите объект может создаваться напрямую да то есть вот если а использует класс b то вы можете просто вот использовать new ключевое слово но тогда вот опять же вы себя здесь ограничиваете потому что вы жестко с помощью new как я сказал да глазами прибиваете по жесткой такой зависимости от класса бы вот у вас может быть через локатор локаторы такой некоторый сервис общий и вот у него есть метод взять этот объекте ну в одном случае вы берете все время одну один из нас такой синглтон получается в втором случае когда факторе у вас есть некоторые факторы которые вам создает время новые экземпляры это чуточку получше потому что вы можете вот только с помощью того что вы переопределите локатор как-то локатор принципе может быть абстракт не до какой-то в одном случае у вас будет локатор реализация для продакшена или вы его там принциализируете как-то для продакшена окружения влом случае у вас будет локатор тестовый или там для какого-нибудь ну и для тестов и для тестового окружения может быть свой локатор вот и получается что вы можете у вас создание всех важных ваших бинов системе она в одном классе происходит и вы можете класс сконструировать таким образом суд для разных окружений это получалось пара вот эти вы уже здесь эту связь нарушили и далее жесткую да и далее возможность более гиппо настраивать но еще более гибко это передавать вот через конструктор но опять же да тогда вам нужно все время понимать что передавать и сами объекты это все равно конструирует главное что здесь вы можете опять же передавать не сам этот класс а вы можете придавать его интерфейс а реализацию передать уже какую-то чтобы вам протестировать основной класс по факту это были так то есть вы сейчас мы поговорим про локатор но есть до пандеси инжекшн фреймворке которые вот вам конструктор сами поставят новые бедны в зависимости от того как вы сконфигурируете вашу систему у нас будет отдельная лекция там концепт про то как можно разными способы депресси же делать но основная смысл сейчас ну наверно спринка многие использовали или бы есть то есть новинку некоторым но основная идея такая что вот у вас в реальной системе она сконфигурируется каким-то образом в реальной системе вы какие-то части сделаете действительно реальные реализации возьмете а для каких-то возьмете тестовые дублеры сейчас ну точки зрения но это довольно старая презентация xml задается конфигурация всех бинов но вот здесь прямо в xml говорится что мы здесь просто подставим какие-то стабы вместо реально и у вас автоматом просто выпускаете приложение у вас читается конфиг и автоматом создались другие классы сейчас есть более удобные механизмы и стринге и там других ворку я это делать это можно и кодом у такие конфигурации писать место xml можно и там на груве писать скрипты вот но давайте еще раз основная мысль какая что у вас весь код не трогается он у вас просто создает вот этот вот контекст а контекст единственное что вы меняете это вот эту конфигурацию если это через код конфигурации то вы меняете патики который через код конфигурирует вот его создается для тестинга там все ваши тесты вся ваша система создается с другими сущностями и более того в некоторых случаях можете это использовать именно как и бизнес требования да то есть вы можете там переезжать на какой-то новый клиент или новую базу данных подновляя вот этот просто бит ну обычно переезд он чуть более сложный вот поэтому так ну пройдя и поняли да то есть мы еще поговорим про это и главное опять же чтобы вы передавали в верху уровневые объекты некоторые абстракции опять же там где вы понимаете это абстракция может быть подменен то вот закон деметры да он говорит о том что вы не должны залезать очень сильно в внутренности тех классов которые вы напрямую не работаете то есть если класс а работает с классом б не очень хорошо что он класс бы использует только так чтобы из него вытащить класс c и уже дальше работать по танце получается что он очень опять же сильно начинает зависеть от класса c но иногда это получается что вас такие цепочки прям получаются вот если это цепочки ну там понятно что сейчас появилась стрима api и много где получать именно такие цепочки стримов это окей это как бы другие то есть стрима специально создан для того чтобы там из объекта порождать другой а вот если у вас просто это обычные объекты и вы там все время берете ну какие-то поля из того объекта с которым вы должны общаться они напрямую с ним общаетесь то это говорит о том что можно вам уже на самом деле объект c а не b и лучше бы вам когда и мы работать вот зависимость построить вот у вас получается что а может знать слишком много про внутреннюю структуру опять же сложнее будет подложить какую-то реализацию то есть вот здесь вот например видно на том что руководит значит у нас мы не мы говорим что нужно напечатать и придаем туда класс а и здесь у класса а берем месяч да ну и легко это преобразовать то что мы просто будем просто передавать место читать и зачем нам придавать весь класс а если нам от него только мест и только его распечатать у нас получается print message более унифицированный потому что работает просто стрингом и мы его еще где-то сможем использовать они со всеми объектами теперь что тут еще хочешь сказать вот это наверно очень важный слайд там кто онлайн слушает сейчас если отвлеклись проснитесь и посмотрите на этот слайд хочется на нем заострить внимание на смотрите есть вот тут выделили да такие вещи как туз и тук тух это тестом friendly features то есть это те вещи которые очень тяжело тестировать то как раз говорил про что мы хотим поговорить когда же нам будет тяжело написать тест не просто потому что мы код сильно запутали да а потому что действительно есть вещи которые тяжело тестировать именно юни тестами и тук это тестом friendly construct да то есть это какие-то конструкции языка которые тоже тяжело использовать в тестах потому что это как раз те случаи когда мы что-то гвоздиками прибили у нас здесь там не будет возможности с помощью полиморфизма или других инструментов положить другую реализацию ну списочек я думаю все прочитали да там база данных файловая система network то есть по сути дела если это так все связать это все то что требует поход во внешних системах да то есть нам приятно вот то что мы сегодня на первом демо ттд смотрели она не требовала никаких походов то что вам говорил да по это просто бизнес логика ваш код в чем как раз вы можете там сажать баги и то что требует теста то есть хорошо что вот такие вещи где можно попасть баги она как раз будет использовать ну и это хорошо тестируется вот понятно что если вы используете какие-то там работу с файлами поход по сети вы саму библиотеку вряд ли будете писать это бывает кучи да когда там прям протоколы свои пишутся и напрямую там очень низко уровнева работа идет вот мы не про такие вещи говорим вот то есть вы скорее будете тестировать код выше даты в который по сети что-то принял который файл уже получил для вас на самом деле нет разницы получить файл там прочитать ну большинстве случаев из файла кит данные или просто стринг памяти иметь с теми же данными вот но с точки зрения вашей программы программы да это может быть важно что этот этот файл он именно файл и он лежит файл и стиль . зрения похода по сети на то есть вот там шутят что все там войти то перекладывать десоны особенно веб разработки работает на что типа у всех задач сходить какой-то там сервис другой взять это десоны перепаковать их и отдать кому-то там другому сервис вот опять же да откуда вы возьмете десон абсолютно важно вас это может быть string но по факту вы его но в реальности не можете сами получите от ринг вы должны сходить какой-то другой сервер за который другая команда отвечает но для тестирования вашего кода вы можете взять и просто ну как бы сами положите string где-то или сгенерировать какой-то объект который будет вам такой десон же делать какие вам нужны и протестировать вашу бизнес логику но сейчас про это же посмотрим разные примеры вот почему опять же эти вещи называют sun friendly потому что это все это во первых внешние зависимости да как я сказал вторых это занимает гораздо больше памяти о не памяти а времени да то есть у вас строится цепу любой поход по сети это большие задержки тут сервис может быть недоступен база данных это тоже задержки вам на эту базу данных нужно где-то разворачивать не и там заливать это данные тестовые вот то есть это все понятно создаёт проблемы вот и ваши тесты которые мы говорили внизу которых должно быть много сейчас мы в основном говорим про вот эти юнита тесты или компонентные тесты вот они уже начинают тормозить и вы их так много не напишите у вас за тесты там будут если будут проходить уже там полчаса час уже можно начать там нервничать вам нужно срочно какой-нибудь fix сделать а вы должны там сделать ваш комит дождаться пока пройдут тесты если там еще есть мигающий тест его может быть эти полчаса еще раз у нас тоже были системы в облаке где там того чтобы выкатить компонент чем наш компонент там даже на него реальных тестов не было то есть там просто стировал сервис портанул уже хорошо вот но но так как это было все в общем пайплайне ты тоже для своего изменения должен был выкатить пайплайн который там все это тесты по облаку его инфраструктурной части гоняет вот они могли идти около 3-4 часов и там могу что-то мигнуть и вот это думаю что я сейчас там выкачу в общем там уже работа до не строится так типа и сейчас все быстренько делаешь там просто закидываешь ждешь притраешь и спокойно другими делами занимаешься когда пройдет там что-то держится и вот такое конечно сложно но там все таки это нет лет которые с реальными машинками работали но и нереальными но какой-то эмуляции вот а если вы сможете протестировать ваш код не на реальных машинках вот как мы делали один сервис в котором я занимаюсь инстанс группы да он создает кластер виртуальных машин то есть если все тесты писать так что будут создаваться реальные виртуальные машины которые могут там иногда секунды иногда минуты сотворить минуты скорее говорит о проблеме но скорее там 5-10 секунд будет создавать машинка а тебе нужно протестировать разные сценарии стас группы когда там одна машинка гасится останавливается когда там другая стартует подымается это будут очень долгие все тесты хотя саму логику опять же да я могу протестировать у меня есть сущности мой алгоритм он завязан только на состояние машинок да вот что она сейчас там сейчас 5 машинок а вот сделали что пациент может быть и 7 машинок то есть свой алгоритм я могу протестировать знаю про состояние машинок но если я буду делать на реальной системе эти тесты то я буду реально ждать изменит состояние вот несколько секунд вот поэтому лучше все это эмулировать так ну и протестом френдли конструкции тоже наверно все посмотрели очень все файл вещи они не позволяют нам что-то свирает это статик методы да вы тоже можете свои родить приватные методы я вам говорил что приватные методы не тестируйте да то есть тестируйте там публичный контракт если вас приватном методе очень много логики то стоит задуматься опять же может быть у вас здесь во первых single responsibility принцип нарушен у вас класс делает очень много чего такого что вы даже не можете через верху уровню интерфейс легко написать тест на какую-то часть которая внутри используется иногда такое конечно бывает и это говорит о том что может этот правил метод нужно тоже есть рефакторинг до экстракт правил метод в обжиг на то есть вы из этого правил метода или цепочки правил методов которые друг друга используют вы создаете какой-то объект у него уже будут публичный контракт вы его протестировали а внутри вашего кода вы будете его использовать как какой-то просто объектик который внутри создадите приватный и также как у вас был метод написан просто вы его но через объект будете реализовывать конструкторы да то есть если вы что-то конструкторе создаете они передаете туда интерфейс то тоже да вы здесь прибивает себя гвоздями там new expression уже обсудили вот но основная я понятно да и в целом если какие моменты то есть ко мне команду когда пришел человек который довольно хорошо общался я от него понял что действительно я раньше очень любил статик методы делать вот он практически никогда их не делал вот но какая-то любил него что прямо везде но сейчас какой-то момент я перестала часто этики делать сейчас немножко возвращаюсь тоже есть баланс иногда все-таки есть такие вещи которые но что такое статик да по сути делает знать что вы от кого-то о почтово стилю фонта локальном месте хотите прийти к процедурному кстати как по сути дела у вас отрывается привязка к объекту да вы просто делаете процедурный код но действительно бывает не очень часто но бывают вещи когда прям удобнее делать статик его даже протестировать проще но вы понимаете что вы кстати вот он должен работать как часы точно нам не должно быть каких-нибудь походов вот по сети файловую систему так далее такие вещи не надо а если у вас там знаю статик там просто какое-то вычисление делает знаю парсит интеджер превращает там строй и строки в то кабаки так значит сейчас мы переключимся так про это рассказал тут можно позадавать вопросы я сейчас переключусь так учать и есть вопрос буду спрашивают 934 спрашивали разве реальности у нас есть на же есть обестрелывание не проще сразу все забить они двигаться итерационно ну да ну что хотим это вопрос обсудить давайте обсудим если если ирослав ну да вот ответ уже говорят но смотрите тут все зависит от какой там там конторе фирме вы работаете и какие условия значит бывает но довольно редко не знаю что да вам выдвинули все бизнес требования и вы просто должны там систему по спецификации сделать но скорее да выгляда как такой идеальный вариант даже если ну то есть давайте поговорим про какие там системы которые нас окружают до любые там социальные вещи там любой не знаю там портал и тмо еще что то понятно что какая-то проработка идет и на входе какие-то данные ясны вот но все системы развиваются и если это говорить про такое то что продуктовая компания дело для кастомеров наверно там сейчас даже видите как instagram поменялся из того с чем он был сначала и там чем устал сейчас там как контакт поменялся да какие были изменения даже вот эту многострадальную стену да как переделывали и почему были резон и сначала делать так то к другому и это тоже на самом деле большая тема как вообще развивать продукт не наших не по нашему предмету да но вот если кто-то из вас хочет там быть продукт менеджером тут вообще большая тоже там есть не все вы как это умеют я вот тоже не особо умею вот но есть люди у которых хороший продукт движены они умеют проверять свои гипотезы да даже но вот чтобы их проверять даже проверяешь на реальном живом продукте то часто бывает что вот именно если стартап делаешь что ты какую-то гипотезу проверяешь делаешь мвп получаешь там какие-то может быть инвестиции и дальше развиваешь свой проект но вот кстати этот комедийный сериал знаю может кто-то видел многие видели про телекроновая долина вот у них там тоже да вот человек вот он приду просто алгоритм сжатия потом они его сначала так использовали потом так использовали потом на его основе это это делали то есть даже вообще продукт максимально меняли вот и если говорить про другие системы да вот некоторые для кастомеров когда для конкретного заказчика ну да там бывает ситуация что не знаю какое-то производство нужно под него сделать конкретную программу но чаще бывает так что да какие-то требования описали программу сделали потом оказалось что-то немножечко там не так нужно что-то переделать в общем все равно любая программа живая то есть тут наверно входных данных больше и там не знаю процентов на 80 90 она будет соответствовать но все равно она может меняться да вот не знаем портал ритма до делать для себя портал появляются такие фичи такие фичи там сейчас в прошлом году на никто не ходил от электронные пропуска вот эти qr-коды в этом году до появились вот появилась там необходимость могут очень порадовался что ключи оказывается там не нужно журнал записываться и нашу тебя там искали по спискам оказывается можно уже просто пропуск приложить ты берешь ключ они там как-то в общем автоматом говорят что вот такой вот ключ по пропуску ты отмечаешься взял такой человек там видимо сразу проверять что меня есть возможность его взять вот да хотя убрать такого требования не был ну то может другая система не знаю там у них может быть не портал вот очень требования да они все время меняется но с точки зрения опять же там т.д.д. я вам ну честно скажу что есть много людей которые хорошие программисты которые говорят что вот такими супер маленькими шажками это типа не для меня эти что я сразу там вижу на 10 вперед но окей но вы можете как бы использовать просто там уже сайт тесты более высокого уровня то есть пускай вы там полчаса попишите код или там пора эти пять минут на тесты потом полчаса или час код напишите но все-таки это будет какой-то цикл что у вас тесты и код рядом а не так что в общем хоть кинбер говорит что вы там каждые 5-10 минут должны выпускать тесты вот вы можете делать более большие операции не может целый день писать код который будет потом ну потом несколькими тестами покрыт вас будете проверять так значит сейчас я начинаю показывать вам еще несколько примеров как можно соответственно тестовые дублеры разные использовать так сейчас не нужно так у меня пока шарится презентация на давайте ладно сейчас экран пошарю так значит смотрите начнем ну тут уже маленькая презентация будет и основном их код уйдем так но здесь опять 100 там мартина про то что у нас есть сильная корреляция между тестируемостью и дизайном нашей программы да то что если у нас хороший дизайн то и тестирует легко если у нас легко тестирует и дизайн хороший тут еще раз solid принципы мы про них уже поговорили и теперь чуть больше перейдем к практике и на какой-то реальный пример посмотрим вот раньше угла работал такой сервис сейчас он перестал работать видим они решили что слишком многие к ним ломятся вот либо он там стал как-то за авторизацией но не суть очень для нашего примера неважно да вот был такой сервис которого можно было спросить вот передать какие-то названия компании на бирже наждак да ну данном случае на так а так можно любую до биржу было посмотреть и посмотреть как меняется курс акций видите много данных всяких отдается есть реальная цена есть там насколько она изменилась вверх вниз за какой-то период времени в общем нам это все пока не очень сильно важно мы хотим просто например написать какую-то минимальную логику которая будет работать с этим api ну что конкретно мы хотим сделать ну вот здесь давайте по ходу посмотрим вот мы написали такой код который смотрит вот видите все компании у которых цена подросла по этим данным и просто выводят их имена да там коллектив собирают их имена ну кого просто это вот среди за теми компании которые в данный момент растут значит как это тестировать значит мы понимаем что у нас в этот клиент он входит в интернет и данные меняются в течение времени да то есть я не могу взять и посмотреть что вот сейчас написать с что в яндексе или что google растет потому что он сейчас растет а потом уже не растет единственное что я могу написать если буду ходить реальную систему это просто какой-нибудь парсинг того что вот я получил результат могла распарсить и не упасть опять же у меня здесь очень простая логика но это для примера да что мы просто фильтруем потому у кого одно поле больше нуля у одного быть там довольно хитрая могла быть логика то есть мог быть какой-нибудь там робот который анализирует там за большие промежутки времени какую-то динамику и выдает мне там прям ответ что вот сейчас покупать срочно вот это они вот это как протестировать ну что мы сказали что нам нужно во первых понять собственно место где мы хотим то есть ли мы птд писали у нас такого просто не было вот но если у нас код уже написан мы должны вызывать код который надо протестировать и здесь мы будем подменивать внешние зависимости тестовыми дублерами какие вообще бывают тестовые дублеры то есть часто их между собой немножко путают но вы лучше не путайте но знаете что иногда там то что я здесь сейчас вам назову стабом это называют быть мог называть стал меньше такой что есть даме это объект передается но реально не используется даме такая заглушка до которая вот нужно передать объекте к но его никто не будет использовать фейк это какая-то обычная реальная реализация то есть вы прям пишите код но в каком-то урезанном виде обычно очень простом то есть например и на море база данных это хороший пример такого фейка да то есть выходит и в реальную базу данных вы делаете какую-то часть там драйвер на уровне драйвера или на уровне репозиторе выше делаете которая будет просто там хэш-маппе хранить все ваши или там списке те же таблички даму будь хранить списке как-нибудь где там там искать очень пробегаться по всему списку либо по мапе какой-то искать ваши объектики отдавать так далее вот стабы обычно это как раз когда есть клиент серверное взаимодействие и у вас вот стабы они позволяют вам вместо чтобы реальную систему будете то есть вы здесь не пишите всю реализацию то есть memory db это прям реальная реализация став вы для конкретного вызова просто подкладывать на прежде сон ответ который нужно дать или подкладывать что на такой ответ нужно дать от 403 чтобы проверить вам кейс когда вы должны получить 403 да там ошибки то есть перемешиваем да нет ну вот пауки spice tabs они могут кроме того что вы просто не ходите они могут еще записывать информацию то что тогда важно сколько раз вы сделали запрос там в каком порядке делали запрос то есть они еще коллекции тут такую всякую информацию вот мог это ну вот птички пересмешник до переводится это такие объекты которые вы сами в ходе вашем обычно это уже объекты бизнес логики какой-то которые в разных языках можно сделать вот такой вот мог то есть вы берете делаете фейковую реализацию вашего какого-то классика но опять же вы не пишете прям код реальный который там ну то есть интерфейс какой-то реализуете а вы пишете также как отставами только с тобой это на уровне сервисов а макет на уровне ваших объектов то есть вы просто это в java через генерацию байт кода достигается то есть вы говорите что вот если будет вызван такой метод то ты просто верни тут 10 если будет вызван метод с таким параметром верни тут 5 вот и можно такое тоже писать самим тогда это будет ближе к фейку но здесь важно что фейк он все-таки прям ряд какая-то реальная система то есть он прям контракт выполняет и целиком работает а мог вы прямо на конкретные вещи заточили ответы то есть вы если вы передадите другие данные то есть маки они гораздо более хрупкие но зато писать их проще и быстрее значит для чего нужен мог до при тестировании класса добавить ему фейковые зависимости то есть опять же да мы тестируем основной класс а он зависит от класса bc и вместо класса bc мы можем предложить фейковые зависимости которых будет ну в нашем кейсе тот же контракт и тот же там интерфейс который нам нужен для проверки класса нужно всегда помнить что вы тестируете если вы хотите протестировать всю систему целиком то вам нужно писать другие тесты если вы хотите написать юнит тест на класс а потому что он содержит который нужно протестировать вам в целом все равно какие там будут классы b и c под ним если вы их правильно контракт поддержите но поддержать правильно контракт тоже хорошая задача большинстве случаев легко понять какой должен быть контракта вашего класса но если чуть более хрупкие становится да но зато вы не ходите там во внешней системы и другие так ну давайте этот пример мы сейчас прямо в ходе посмотрим сейчас переключусь дать пробежимся до конца потом все это в ходе посмотрим значит вот есть фреймворк api для моков да это макита фреймворк для создания моков неудобный опять много магии внутри кому интересно такие вещи узнать как писать как можно там классом лету реализацию подкладывать можете почитать тем более там час тоже java выходит все более новых версий там меняется иногда байт кода эти библиотеки часто нужно тоже готовить к новым структурам потому что они как раз нам принести завязаны вот но если другие реализации да и зима джей макит то есть кому что нравится но опять же да я языку конкретному как вам стал вас не привязываю если кто хочет можете использовать там других языках так ну давай сейчас мы посмотрим как протестировать сам клиент вот для клиента можно использовать всякие стаб сервера сейчас посмотрим подать сдачи переключимся потом может что он мы вот 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 так ну давайте вот тут стоп менеджер он уже написано довольно неплохо потому что у него клиент выделен как вы понимаете это неспроста так написано то есть вот вы могли написать менеджер так что вот этот клиент он был днем внутри прям явно создавался и было бы уже не очень удобно поэтому вот это же да про сингл способности принцип вот смотрите стоп менеджер у нас именно содержит бизнес-логику которая должна нам вот эту вещь выполнить да она нехитрая тут но опять же это у нас обучающий пример до которая должна из клиента получить данные отфильтровать и выдать название компании вот а сам клиент он ходит по сети поэтому его отдельно выделили да то есть тут здесь у нас по срп сделано поэтому мы можем легко написать тест смотрите у клиента у него довольно простой контракт то есть внутри не знаю там урал ридер использует еще что то то есть могла быть реально катиха т.п. библиотека там хоть и пачка т.п. клиент я здесь специально что-то самый простой взял вот просто формируется урал это тоже можно кстати там тестами покрыть что вы например урал правильно сформировали здесь 5 логика минимальная есть там только любит максимальное покрытие кода это тоже может когда такие тоже теста пишу когда много уров и нужно запутаться как они формируются вот но по сути дела вот основной метод get info публичный у нас видите здесь даже нет интерфейса но в данном случае некоторых случаях лучше интерфейсы делать данном случае макита нам позволяет даже без интерфейса подложить реализацию для данного объекта смотрите как это выглядит мы с помощью вот такой штучки и аннотации мог говорим что нужно у нашего текущего класса посмотреть все объектики которые у него помещены аннотации мог и создать для них собственно говоря мог то есть вот этот вот клиент он реальной реализации здесь его не будет ему не не увидите да нигде не делается а что с ним будет не можно делать такие конструкции это тоже все функции макита да то есть если вы посмотрите в н мы говорим так что когда у тебя вызывают клиент на вот таком списке то ты верни вот такой ответ который мы тут подготовили и у нас этот код получается полностью то есть никакие десуны даже да здесь не прикапываем хотя можно какие то есть и делает что у вас целиком например десон будет возвращаться какой-то вы заодно и парсер проверить вот и у вас получается вот этот ответ он уже сформирован и вы дальше знаете что здесь растет google и яндекс поэтому ответ будет такой да то есть мы запускаем тест и у нас получается такой простой тестик и мы протестировали свою уику которую хотели что мы хотели протестировать мы хотели протестировать только вот этот вот вот мы не хотели протестировать как мы ходим по сети да вот важно до понимать и разделять как тест на что вы пишете вот если вы хотите протестировать как уходите по сети то это уже интеграционный тест или вы можете вот уже сейчас мы смотрим как стабом делать вот стесно что у нас получается то есть мы здесь проверили вот именно бизнес-логику теперь вот смотрите если я например отсюда уберу яндекс у меня тест упадет потому что вот эта штука она рассчитывает что именно таких три объекта до будет а ну потому что это он и здесь и здесь передаются почему короче здесь надо разные списки сделать чтобы она реально у меня отработала то сейчас он тоже но здесь на самом деле можно разные штучки делать то есть можно например не явный объект придавать им можно вот так и не и тогда он на любой запрос будет отдавать ответ то есть не хотите там создавать вот но что здесь важно да то есть здесь с одной стороны вот такие мог вещи дают вам возможно действительно с помощью тестового дублера проверить какие-то кусочки вашего кода особенность разбитую так как я правильно да сказал на независимые части где вы легко зависимости подкладываете опять же да вот этот сток менеджер видите он через конструктор принимает клиента и поэтому я могу это сделать если бы я здесь написал как мы говорили да new клиент оттуда убирать не буду вы видите еще не так просто создать что заход знаете вот пост и порт вот то ничем не получилось потому что я бы зависимость положить не мог на то есть вот это место чтобы глазами прибили и ну вот пошли в реальный какой-то так ладно здесь клиент так теперь что мы хотим еще посмотреть нас можно написать вот такой вот интеграционный тест который ходит в реальную систему и например но в данном случае я просто решил проверить все распарсилось и что если я запрашиваю две компании то будет что вернут результаты про две компании но это он очень мало без логики проявляет но хотя бы там минимально что контракт не изменился да вот но так вот этот сервис он уже недоступен и закрылся часто снять работает но сейчас мы чуть позже к нему вернемся я вам хочу показать вот как можно такие ru еще писать вот я вам говорил про парсер выносить его отдельно или нет вот тут ответа дается в таком вот хитром виде и можно действительно легко написать тест на парсер который тоже никуда не будет ходить по сети опять же едете в поезде там отключили вас электричество вы спокойно тестируете свой парсер и вот очень такие тесты полезны когда у вас там какая-то хитрая ошибка происходит если вы особенно логируете результат или есть возможность повторить запросы получить опять же это джейсон вы получили где-то из логов или руками сделали запрос получили новый джейсон вы понимаете там пологом что у вас для этого джейсона код не отработал интересно у меня камера застыла что ли главное что мы записываем она по-моему включилась что не включается пин у нас остался а вот оба кому-то у камеры сама хочет включаться но она тут слышно так ну что еще раз да мы получается можем написать парсер да это что я говорил да что если у вас такой тест написан и вы поняли что у вас какой-то ситуации вдруг работает неправильно вы берете из логов или там делать такой запрос получаете джейсон кул в такой тест добавляете пытаетесь его распарсить и сразу смотрите почему у вас как неправильно работает то есть когда у вас есть возможность получить эту джейсон кулом гораздо проще чем будете в реальную систему ходить и пытаться с ней работать опять же вас часто бывает что по каким-нибудь соображением безопасности с ноутбука нельзя входить в реальную систему а тут если вы получили ответ реальной системы вы можете с ним уже локально поработать так этот тест мы посмотрели теперь смотрите тут еще такой я вам пример дал что вот есть урал reader и вы хотите проверить правильно ли вы работаете с самим этим классиком хотя это они все-таки здесь мойка какая-то логика написано да что тут уже видите такой довольно простой код что просто там сходить по уру прочитать там из потока это но тем не менее его тоже хочется потестировать что вы хотя бы по сети правильно ходите вот и здесь какая система работает что вы можете использовать такую библиотечку у меня данном случае использована себе labs stop сервер который поднимает реальный степи сервер когда вы этот тест стартует и он будет отдавать вам те ответы которые вы скажете и здесь тоже похоже на макита вы делаете вот такую конструкцию ну и stop сервер это просто обертка которая вот видите вот stop сервер вы указываете ему порт стартует его и дальше вот этот кубик не применяете ну а дальше просто аккуратно тушится в общем здесь ничего хитрого нету а здесь вы говорите что с этим stop сервера можно делать такой то что когда будет вот такой запрос метода get и соответственно с урлом пинг до урасти то тогда отвечай просто pong и все вот ну и здесь соответственно этот ответ проверяется что урал reader просто правильно работать вот а здесь например мы возвращаем 404 и проверяем что такое собственно бросается но опять же говорил да что 44 можно и получше явно способом проверить просто как пример что можно проверять разные вещи и том числе ошибки и так вы можете 0 отбрать 403 может быть легко это сделать например 404 в явном виде может быть тяжело получить вам от системы которая работает правильно очень вообще ошибки от реальной системы который работает правильно иногда тяжело получить ну то есть прям да нет может быть еще ничего там будут там без какой-то токен авторизации сходили и получили вот а какую-нибудь хитрую пятисотку получить может быть тяжело а вы хотите проверить как вы будете работать когда сервер недоступен вы же не будете там просить так ребятами тут надо потестировать в этом потушите свой сервер этот час похожу в него он 500 вот а такой штукой вы спокойно тоже эмулируете любых т.п. ну теперь кругом значит рулы это такая удобная штука откуда слышал прорывы задают вопросы значит смотрите они позволяют гибко настроить людей методов и в классе и в отличие от before и after вы можете их использовать сквозно то есть это такие код который тоже как такая фикс турка будет выполняться до ваших тестов то есть вот и если хотите например работать с темпами фолдер вы можете использовать такой рул который есть стандартный даже юнити и он вам создаст этот темповый фолдер и вы уже в этом фолдере просто будет создавать там новые каталоги файлы и так далее то есть вы можете могли как сделать написать класс before который бы вам создавал какую-то темповую фолдер на через но базовый api запоминал где-то темповый фолдер и в конце вы бы очищали в этом там фолдере а вот рул он вам это делает сразу за вас то есть создаст и очистит и кроме того он еще может быть использовать разных классов то есть если вы before и автор должны были бы копировать между всеми классами да а вот этот рул вы просто берете вставляете любой тест где вам нужен там фолдер и он у вас работает вот соответственно я тут показывал что можно было написать такой интеграционный тест да что вот вы реально ходите вот в этот самый сервис но у меня здесь вот такой вот подключается host reachable rule ну и тут еще хитрыми аннотациями туда передается правильный этот вот рул в общем этот тест работает так что он сначала проверяет доступен ли этот сервис а он сейчас уже доступен закрыл и только если он доступен он даст запустить теста иначе скажет вот осиум помните на прошлое говорили что осиум можно отключить тесты вот и он тогда его не запустит то есть по факту сейчас вот как раз та ситуация ну можно считать ее хорошего считать плохой когда сервис уже погашен у меня все тесты проходят просто я вижу что то есть не запущен вот опять же как бы это можно использовать как плюс и минус плавно понимать что вы делаете с одной стороны если вы будете запускать все тесты у вас на машине когда у вас нет интернета такое правило позволит вам не получать вот эти вот ошибки что какой-то или может быть но бывают ситуации когда вы хотите чтобы интеграционные тесты были но они какой-то сервис который бывает там раз пять раз или десять раз лежит и вас из-за этого 5 теста не пройдут там прерваешь комит не запусть не за комит не запушится куда нужно и вы за это будет еще раз перезапускать и ждать хотя вы знаете что у вас все покрыто а те тесты ну так на всякий случай у вас есть интеграционные но тут по правильному конечно просить людей чтобы если у вас есть интеграционные тесты либо их не включать тогда в ваши основные тесты либо сделать так чтобы они работали всегда либо вот так как инструмент вы можете сделать ваши тесты четки не падали если какие-то зависимости у вас отказали то чего просто из этих зависимости отключать так ну смотрите вот это вот пример он доступен на моем гитхабе там кстати тоже вчера в чате под спрашивал там если кто-то приватно хочет присылать задание можете присылать приватно но в принципе гитхаб кажется публичное не единственное место как можно распространять информацию поэтому прям какой-то супер анонимности мне кажется нет смысла делать вот так меня на сегодня все давайте еще раз что мы узнали на этой лекции более что что то сервис коррелирует с хорошим дизайном вашего приложения солидные цепы упрощают дизайн и это опять же позволяет вам написать проще тесты и используйте тестов дублеров когда трудно тестировать зависимые сущности напрямую когда опять же вот эти вот то что мы говорили hot unfriendly features да вместо них можете использовать тестовый дублер что тут можно почитать но опять клинкод при нем много раз говорил вот эта презентация которая вам показывал там чуть больше слайдов чуть-чуть урезал вот это там how to write hard to test code мне очень понравилась презентация можете зайти посмотреть даже просто пробежаться полистать и многое то что мы будем говорить ну и чуть по другим углом и побольше то что мы уже обсуждали описано но презентация прям хорошая там с юмором действительно показано как получается что в итоге вроде все изначально хотят все было с кодом хорошо но потихоньку получается тест который тяжело тестировать и какие есть способы этого избежать ну и опять же да про синергию между тестируемостью и хорошим дизайном можете посмотреть вот такое видео михаэля физера до который тоже адепт всех этих практик и за то чтобы хорошие тесты были созданы для хороших программ и улучшали дизайн так ну что сегодня все так сегодня все я так понимаю сегодня раздавать из вас никто не хочет по почте да ну то есть сегодня мы тогда совсем без практики следующий раз до про задание наверное да стоит еще сказать давайте сейчас последний что скажу это про новое задание она у вас как раз уже лежит тут и про то чтобы вы использовать для течку макита или любые другие маки и получиться писать как раз такие тесты для всяких вещей где вы ходите по сети то есть идея такая вот опять же я придумал какую-то минимальную без логику которую все-таки имел бы смысл проверять поэтому относитесь тоже да к этому так что что это свое до задание чтобы набить руку да и не хочется вас заставлять писать кучу кодов просто для того чтобы какую-то технику освоить вот хотя понятно что это вы могли бы написать там и напрямую прочитали да что нужно такой по тегам в любой социальной сети изначально и для twitter это дело но twitter что последнее время любит не давать токены вы что у всех академических целях он уже не разрешает так много их клиентов что они там уже ну короче надо серьезное обоснование писать что получить twitter токен но если у вас получится можете можете написать что какой-то проект делать они в целях но опять же в этом рассматривать какое-то время очень надо ждать увы к пока вроде не закрыли его к можно по тегам искать в публичном api какую-то информацию и выбирать постики вот я такая что вы выбираете какой-то который вам нравится на злободневную тему или просто хорошую жизнь нибудь так и делаете запрос социальной сети выбираете ответы за некоторые промежуток времени там на несколько часов и строить такую диаграмму насколько это популярен ну чтобы там сильно на златом партии можно было по дням я просто по часам сделал так вот там за последние пять часов например там строить вот здесь там пять раз был то есть 7 здесь 6 и так далее вы можете протестировать ваша задача опять же стоит он чтобы спроектировать вот эту небольшую систему таким образом чтобы у вас можно было протестировать этот код независимо то есть выделить клиентика правильного, выделить его модельку правильного опять же некоторые срезают углы и используют какие-то библиотеки, там EWK, API им сложнее из-за этого замоков у них мод-тесты получаются гораздо более хитрые потому что не очень хорошо выделены вот эти кусочки вот я на этого не запрещаю но лучше там ничего хитрого нету небольшие несколько запросов буквально сформировать и сходить тем более если вдруг кто-то этим не занимался это тоже полезно потому что опять же пойдете куда-то работать любой опыт такой пригодится вот ну и важно чтобы это были моки да опять же не важно чтобы это было java но важно чтобы это было с пользованием моков ну и там про стаб сервер тоже написано . попробуйте написать тесты и с моками и посмотрите как можно эмулировать именно на уровне это правильное модели когда уже реально свой клиент потестируете но не на реальной системе она стоит вот вот такое задание его соответственно я уже буду принимать лично наверное начнем мы с аудитории а там посмотрим я пока не понял это как бы разовая акция что так мало вас пришло прошлый раз сейчас не началось по 20-30 точно вот соответственно если там будет много желающих сдавать по зуму наверно условно говоря мы первые 15-20 минут выделим на сдачу для тех кто пришел лично сдавать а потом уже буду сдавать но также тут просто зуми выйду и буду пока время есть принимать у тех кто готов по зуму сдавать вот это мы по почте не сдаем это мы сдаем показываем лично ну и ту которую по почте можно сдавать уже присылайте так тут какие то вопросы